Азербайджан Столетие армян Столетие армян Столетие армян Столетие армян Столетие армян Французы и англичане еще раз забыли об обещаниях данных армянам и пожертвовали Александрит вместе с Мусадагом-турком. «После этих событий мы поселились в Анжаре. Там мы построили дома и посадили сады. Через несколько лет мы превратили Анжар в рай», — говорит Муфсес Паносян. Премьер-министр Республики Армении Никол Пашинян в Кельне на встрече с представителями местной армянской общины ответил на вопрос о возможных компромиссах в регулировании Нагорно-Карабахского конфликта. Как передает Армен Пресс, из Германии премьер в частности отметил, «Я несколько раз выступал с трибуны Национального собрания и говорил, почему все мы спрашиваем, готовы ли мы к компромиссам или нет, и кто сказал, что мы являемся основным субъектом вопроса. Почему никто не спрашивает Азербайджан, готовы ли они к компромиссам? И поэтому я неоднократно публично заявлял, что мы не ответим на этот вопрос, пока Азербайджан не ответит на него». Премьер-министр также коснулся вопроса о том, что в социальных сетях и прессе часто появляется информация о том, «Будто на Армению оказывается давление в вопросе урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Однажды я пригласил министра иностранных дел Зограба Манацаканяна и спросил, может ли быть, что на нас оказывается давление, но мы не догадываемся об этом, потому что создается впечатление, что мы самые неосведомленные люди в Армении. По арцахской проблеме отметил Пашинян, опровергнув достоверность таких новостей». При содействии посольства Республики Армения в Дании для 90 учеников старшей школы общины Хельсинги была проведена специальная лекция о геноциде против армян, инициатором которой стал школьный учитель Мартин Торбер Кнутсен. Как сообщили Армен Пресс в Управлении информацией и общественной дипломатии Министерства иностранных дел Республики Армения, Мартин Кнутсен представил историю геноцида против армян. Кнутсен представил также последовательную политику руководства Турции в отрицании геноцида против армян. Он отметил важность осознания и признания геноцидов как гарантии мира и согласия для будущих поколений. В качестве основных докладчиков были приглашены датский историк и специалист по сравнительной геноцидологии Матиас Бернлунд, автор книги «Геноцид армян. От начала и до конца», переведенный на датский в 2013 году, и получивший широкий резонанс и признание в научных, а также посол Армении в Дании Александр Арзуманян. Выступление Бернлунга было посвящено истории Армении 19-20 веков. Он всесторонне изложил позицию европейских стран в отношении процесса признания геноцида против армян. Он также рассказал о реакции скандинавских стран на это чудовищное преступление, о датских миссионерах Карен Епе и Марии Якобсен, которые спасли тысячи армянских детей от геноцида и удостоились признания и почтения армян во всем мире. Основной акцент в своем выступлении Александр Арзуманян сделал на вопросе всеобщей борьбы, направленной на осуждение и предотвращение геноцидов. В этом контексте он подчеркнул принятие в ООН резолюции о предотвращении геноцидов, инициированной в 2015 году Республикой Армении, а также установление со стороны Генассамблеи ООН Международного дня памяти жертв геноцидов 9 декабря. Он рассказал также о последовательных шагах Армении в этом направлении, о работе прошедшего в Ереване Третьего глобального форума против преступлений геноцида. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ обладает информацией о гибели 29 детей, в том числе новорожденных в лагере для беженцев Аль-Хоуль в сирийской провинции Аль-Хасаки, говорится в заявлении организации. По меньшей мере, 29 детей и новорожденных, согласно представленной информации, скончались за последние 8 недель, в основном от гипертамии, и переохлаждением, во время поездки в лагерь или вскоре после прибытия в лагерь. Говорится в заявлении организации. ВОЗ подчеркивает, что ситуация в лагере сейчас критическая. По данным организации, за последние два месяца в лагерь прибыли около 23 тысяч человек, в основном женщины и дети. Большинство из них на протяжении нескольких дней шли пешком в лагерь или ехали в открытых грузовиках во время холодной зимней погоды. По прибытии в лагерь многие вынуждены были ночевать на открытых площадках, без палаток, одеял и отопления. ВОЗ серьезно обеспокоен ухудшающейся гуманитарной ситуацией в лагере Аль-Хоуль и провинции Хасаки и призывает все стороны конфликта предоставить беспрепятственный гуманитарный доступ к людям, нуждающимся в помощи для спасения жизни, отмечает организация. Франция, Германия и Великобритания допустили, что инструментом поддержки торговых операций с Ираном смогут воспользоваться третьи страны. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран, передает РБК. Цель на долгосрочный период – сделать так, чтобы этим инструментом могли пользоваться и структуры из других стран, желающие торговать с Ираном. Париж, Берлин и Лондон продолжают изучать способы добиться этой цели. В заявлении говорится, что развивать этот механизм три страны собираются с заинтересованными европейскими странами. Будут соблюдаться международные нормы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также режим санкций ЕС и ООН. Когда именно заработает механизм, заявление не указывается. Три страны работают в тесном сотрудничестве, чтобы решить все технические и юридические задачи, чтобы этот механизм заработал, отметил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант. С идеей создать механизм, который позволит проводить расчеты с Ираном в обход санкций со стороны США, три европейские страны вместе с Россией и Китаем выступили в сентябре 2018 года. Сирийские христиане начали восстанавливать церковь Святой Троицы в городе Кесаб в Горной Латакии. Это культовое армянское сооружение – одно из четырех главных храмов в регионе. Культовое сооружение армянской церкви в 2014 году разграбили и сожгли боевики. Когда город захватили боевики, первым делом они разграбили и сожгли христианские церкви и уничтожили все, что представляло культурно-историческую ценность. Правительственные войска освободили город через три месяца, жители которых вернулись в город, обнаружили свои дома в руинах, но сначала решили восстановить именно храмы. Деньги на реставрацию собирали всем миром, пишет телеканал «Звезда». В 2014 году, когда боевики подошли к городу, мы получили весть об этом заранее и успели эвакуировать всех жителей, и боевики вошли в пустой город. Нашу церковь они не пощадили. Все разрушили и разворовали, отметил Марек Заратян, настоятель армянской церкви. Почти до основания террористы разрушили дом культуры при храме. До войны в нем находилась библиотека, а также детская музыкальная школа. Это здание жители решили не восстанавливать и оставить как свидетельство бесчинства боевиков. Село Хурнавил находится в Себастье, расположенной на востоке города Теврик. Название деревни Хурнавил из-за домов с известняками. Жителей насильственно депортировали во время геноцида против армян 1915 года. Большинство из них умерли на пути к депортации. Оставшиеся в живых поселились в Восточной Армении. В 1915 году в деревне было 150 армянских домов, около 1200 жителей. Жители занимали земледелием и скотоводством. Хурнавил имел церковь. Недалеко от деревни был монастырь Хурнавил. В селе была армянская школа. Известный востоковед и филолог Ншан Мартиросян родился в Хурнавиле. Деревня Касма находится в Теврике, в провинции Себастья. Она была расположена в высоком и живописном месте. Население было насильственно перемещено во время геноцида против армян 1915 года. Большинство из них умерли на пути. В начале 20 века было 700 жителей, из которых 500 человек, 100 семей армяне и 200 человек, 40 семей турки. Они занимали земледелием, скотоводством и садоводством. В деревне была церковь Святой Богородицы. Примерно в трех километрах к северу от деревни находились места паломничества. Среди них церкви Хандрака, Тар и Лусаворич, которые в 18 веке были разрушены. У армян в селе была школа имени Святого Месропа. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню Шорура в исполнении Геворга Добаяна. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!